Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Собрала очередную косметичку на ближайший месяц-два, не знаю как получится. Взяла такую симпатичную косметичку от Мюглер подарочную. Мне она навевает новогоднее настроение. В общем, давайте вместе посмотрим, что я туда выбрала, какие продукты я решила использовать в ближайшее время. По традиции я начну со средств для глаз. Как всегда в моей косметичке, моя палочка-вручалочка – это капли для глаз, которые снимают усталость, напряжение, красноту. В общем, я без них никуда. База под тени моя тоже любимая. База от марки NARS. Так она называется, обычная база. Хорош такой объем, 8 грамм. Давно я вам ее не показывала, давайте покажу. Вот такая вот она беленькая, спонж. Хватает ее прям вот капельку-капельку распределить, и тени держатся просто отлично. Так, раз про глаза, значит сразу покажу тени. Давно я не брала эту палетку от Jade. Не знаю, сейчас есть они или нет. Это 24 оттенок, тоже большая такая граммовка, 8 грамм. Как-то я ее ругала, а это, видно, соскучилась, взяла ее, и прямо она мне неплохо так зашла. Пользуюсь вот буквально несколько дней, прям с удовольствием. Я не знаю, белый базовый оттенок, я думаю, нет смысла делать. Ну, в общем, вот такой вот обычный белый. Это базовый оттенок. Давайте вот этот оттенок, который у меня больше всего как-то в ходу, я его лучше всего использую. Вот такой. Это вот темный оттенок. Кстати, темный оттенок, он не такой шиммерный, как вот этот, который чуть посветлее. Вот так. И качество теней, в зависимости от оттенков, тоже отличается. Вот эти вот самые светлые тени, они какие-то более рыхлые. А темный оттенок, он прям вот такой, как бы такой плотнее спрессованный и не такой блестящий. Давайте сделаю сводчи. Так, так, так. Вот так выглядят тени. Очень даже они мне сейчас нравятся. Вот остались на пальчиках. И вот так выглядят. Ну и давайте сравним прям вот с палеткой рядом. Вот так они выглядят с палеточкой. У меня получается ими сделать такой неброский, каждодневный макияж. Неплохие тени за такую стоимость. Карандаш для бровей у меня по-прежнему от марки Clorance. Его становится все меньше и меньше. Это 0,1 оттенок. Обычный карандаш. Я им довольна. Он мне хорошо подходит. Я еще раз скажу, что я брови не вырисовываю. Я немножко их как прокрашиваю. Закрашиваю пробелы. Гель для бровей по-прежнему от Vivienne Sabo. Стал он у меня не прозрачный, а когда-то был прозрачный. Щеточка мне не совсем нравится, не совсем для меня удобная. Но ничего. За такую бюджетную стоимость очень даже и неплохо. Держит брови неплохо, но у меня они не густые, не такие, не то что такие непослушные, да, обычные брови. И мне он подходит, этот гель. В этот раз у меня тушь для ресниц от марки Armani. Их знаменитая тушь Ice to Kill. Это как тревел-версия, но объем около 5 мл. Это практически полноразмерная тушь. Вторая уже у меня миниатюра в ходу. И я никак не могу понять любви некоторых девушек к этой туши. Ну, как-то вот, ну, как-то она мне не очень. У нее такая ворсовая щетка. Делает ресницы чуть длиннее, чуть пышнее. Ну, не знаю. Я пока ее не поняла. Буду использовать дальше. Может быть, потом ее оценю. Но пока вот она мне как-то, ну, не очень, скажем так. Так, консилер Skin Food с маслом лосося. Пользуюсь я им уже давно. Ну, что я могу сказать? Уже свочи делать не буду. Ну, отличный. Отличный консилер за более-менее адекватные деньги. Хорошо высветляет зону под глазами. Не скатывается, не сушит кожу под глазами. Неплохо маскирует синяки. В общем, очень даже неплохо. Отличный консилер. Так, тональное средство. Взяла я от Armani. Как же это называется? Наверное, тоже. Крем-пудра. Я, если честно, не помню. Люминус Силках линейка. Это пудра в третьем оттенке. Когда я купила, делала свочи, я, можно сказать, даже расстроилась. Мне показалось, что это, ну, по свочи аналог метеоритов. Но метеориты у меня есть. Мне еще эти метеориты не нужны. Но я использовала уже пару раз эту пудру. И могу сказать, что это точно не метеориты. Пудра кажется сначала такой вот легкой, прозрачной. Но на лице действительно, как вот говорит производитель, что превращается в пудру и маскирует небольшие недостатки. Лицо становится таким, как бы, светящимся. Не лицо, а кожа. Становится подсвеченной, светящейся, прям вот холеной, гладкой, ровной. Но, однако, этот эффект, опять же, на любителя. Я думаю, что не каждому подойдет. Потому что некоторые девушки такой эффект на кожу, вот блестящей, глянцевой какой-то кожи, не выносят. И эту пудру я взяла на зиму, потому что летом, я думаю, это будет не совсем хорошо. Потому что и так жарко, лицо и так блестит. И еще вот этот дополнительный блеск. Но на зиму просто великолепно. Никакие шелушения не подчеркивает. Так, куда нанести? Сюда. Вот видите? Такое вот, как светящаяся кожа. Прям вот холеная, светящаяся кожа. В общем, на лице смотрится красиво. Я не жалею, что я купила эту пудру. Пока я ей довольна. А, и не показала вам. Ну, в покупках-то я, конечно, это показывала, что здесь еще есть кисточка. Вот такая вот красивая кисточка, гламурная. Вот такая вот прелесть. Прям прелесть. И удобно, что это сменный блок, да, можно менять. В общем, красота. Я пока довольна. Румяна и хайлайтер. Хайлайтер я взяла от марки Шесейда. В оттенке 905. Я думаю, что в продаже его уже нет. Ну, я буду пользоваться. Он вот совсем белый-прибелый. Ну, на коже он, конечно, таким белым не смотрится. Я его очень так сильно, хорошо набрала. На коже он просто подсвечивает. Вот так вот. Вот так он выглядит на коже. Вот он прям вот такой нежный, мелкого помола. Прям классный. Никаких ни блесток, ничего такого нет. И как меловой он не смотрится. В общем, неплохо он смотрится на коже. Пусть там стоит. Румяна. Румяна также от марки Шесейда. В оттенке... В оттенке RD-103. Также, наверное, это уже снятость. Великолепные румяны с шелковистой текстурой. Красивый натуральный румянец. Получается на щечках. Сюда нанесу. Такой неброский румянец красивый. Но надо тоже стараться, чтобы не переборщить. А иначе будет не совсем красивый перебор. Но румяна великолепные. Румяна красивые. Качество тоже очень даже хорошее. И остались у нас помады. Помадки я взяла те, которыми я не пользовалась очень давно. Постаралась выбрать прям вот такие забытые. Помада от Bourjois. Их линейка. Rouge Edition. 0,5 оттенок. Как-то совсем он у меня выпадает из моего поля зрения. Так, ну ведь сюда что ли? Здесь. Вот такой оттенок. Так смотрится в стеке. Вот так смотрится на губах. Но на экране я смотрю, как-то он более какой-то коричневый, в какую-то теплую гамму уходит. На самом деле все-таки больше есть не то, что больше, а есть такой холодный розовый оттенок. Но может быть на экране у вас будет по-другому передаваться. Первая помадка. Вторую помадку я очень люблю. Это марка Revlon. Это даже не помада, по-моему, что-то как-то Color Boost называется. 0,25 оттенок. Не знаю, сейчас они есть в продаже или нет. Очень комфортно. Прям вот на губах прям масло-примасло. И на зиму самое то. Вот такой оттенок. Здесь уже есть немного шиммера. Не растекается, не расползается, не скатывается. Смотрится красиво на губах. Я прям люблю эти помадки. Так, сюда поставлю. И еще одну помаду я взяла такую красивую, такую смелую, такую яркую. Так, это Kat Von D. Наверное, их какая-то лимитка. Редко ее беру. Редко ее беру. Очень редко. Да вообще помады такого цвета я беру редко. Заказала я ее по большущей скидке и не думала, что она матовая. Она матовая. Так, сюда нанесу, давайте. Такой вот. Я бы не сказала, что красный, а какой-то красно-малиновый с холодным подтоном. Вот такой оттенок. Ну, соответственно, она тоже не растекается, не собирается. Неплохая помада. Тем более, досталась она мне совсем по бюджетной, такой вот цене, по бюджетной стоимости. Вот. И вот такая помадка будет у меня в этой косметичке. И давайте еще раз посмотрим на свотчи. Вот здесь тональный от Armani Luminous Silk пудра. Это карандаш для бровей Clorance. Это тени Jade. Это хайлайтер Shiseido. Это румяна Shiseido. И помадки. Первая помада это Bourjois. Вторая помада это Revlon. И третья помада это Cat Vandy. Вот такие у меня будут помады и вот такие будут тени. Но, честно скажу, на новогоднюю ночь, на новогодние какие-то мероприятия я буду использовать другие тени. Вот стараюсь всегда снимать при дневном освещении, потому что вот с дополнительным освещением все блеск, красота. Вот, кстати, видно, что в крем-пудре от Armani шиммер есть мелкие-мелкие блестки. Поэтому вот на лето я не рискну использовать. А сейчас зимой самое то. Мне нравится, что не подчеркивает никаких ни шелушений, ничего. Потому что, ну что ни говори, зимой все равно шелушения появляются на коже. вот такая у меня будет косметичка. Ну, на этом все. Буду благодарна вам за ваши лайки, за ваши комментарии. Самое главное, оставайтесь здоровыми, красивыми, хорошего вам дня, прекрасного, чудесного, нового года. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok